Всем привет! И мы снова находимся в офисе иммиграционного адвоката Виктории Шелегиной. Всем здравствуйте! С нами Алена, Николь. Она будет помогать задавать вопросы подписчиков. Да, как это было в первой части. Мы, наверное, продолжим. Это вторая часть, как бы, сегодняшней встречи. И, наверное, сейчас мы немножечко подробнее остановимся все-таки касательно нашей рубрики о недвижимости и как это может быть связано с иммиграцией и в чем Вика может быть нам полезна. Часто мы слышим такой вопрос. Я куплю дом в США. Могу ли я получить визу? То есть иметь право на получение визы хотя бы туристической. Ну, все мы знаем, естественно, ответ нет. Однозначно нет. Но есть способ, как при помощи недвижимости можно все-таки получить разный вид визы. И об этом Вика нам любезно сейчас расскажет. И, наверное, мы сразу перейдем к этому вопросу. Вика, какие есть способы или какие есть типы виз, которые при помощи недвижимости или при вложении в недвижимость могут помочь людям иммигрировать в эту страну? Или, как минимум, начать здесь делать бизнес, легально проживать в этой стране, то есть никто не будет их выгонять и так далее? Ну, Алена, я, наверное, давайте начну сразу. Лучшее объяснение, это когда объясняют на пальцах и рассказывают примеры из жизни. Я расскажу просто тогда реальные примеры, не называя имен, безусловно. Конечно, да. Но это будет очень наглядно и понятно всем сразу. Собственно, существует такой тип визы, как виза И-2. Эта виза, она доступна, скажем так, гражданам не всех стран. В чем ее такое особое отличие? В частности, да. Это неиммиграционная виза, которая неиммиграционная инвестиционная виза. То есть неиммиграционная, это означает, что нельзя стать гражданином, резидентом страны, но можно работать, иметь бизнес, жить здесь. Да, и более того, да. Путешествовать, ездить туда-сюда, обратно. Да, определенное количество времени. И еще особенность в том, что супруг или супруга владельца визы И-2, они вправе работать на территории США. То есть это большой... Опция доступная, да. Опция доступная далеко не всем супругам, скажем, владельцам других типов виз. Ну, а дети, безусловно, до 21 года, они могут учиться здесь. Здесь учиться, то есть жить вместе со своей семьей. Но есть подвох? Подвох есть. Чувствую, есть подвох. Подвох есть, да. Подвох в том, что если мы говорим сейчас, мы с вами говорим сейчас на русском языке, безусловно, да, наша аудитория это... Русскоязычная. Русскоязычная, да. Капитан очевидность такой. Да, и, собственно, к сожалению, гражданам России и Белоруссии этот тип виз недоступен. Опачки. Да. К сожалению, эти страны не подписали соответствующего международного соглашения в свое время. В общем, сейчас мы... То есть было какое-то соглашение... Да, в 90-х годах было соглашение, когда постсоветские государства, почти все они подписали и присоединились, а вот... То есть, получается, Россия и Белоруссия не могут участвовать вот в таком типе визе, как Е2, а кто у нас больше всего... Ну, если мы там говорим, да, больше всего... И все остальные... Это Прибалтика. Прибалтика подходит. Да, это вся Прибалтика. Это Украина, Казахстан, ну, в общем, остальные, да, страны. Молдавия, то же самое. То есть, Азербайджан, Таджикистан, кто там... Армения, Грузия. Армения, Грузия, все подходят. То есть, по сути, весь СНГ, кроме России и Белоруссии. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, обратите внимание, и виза Е2, это весь СНГ, кроме России и Белоруссии. То есть, если не иммиграционное намерение есть, но именно хотелось бы, наверное, здесь жить, иметь бизнес, зарабатывать именно в этой стране, но при этом быть выездными, приезжать туда-сюда обратно, да, вести бизнес. То есть, вот этот вид визы Е2 очень подходит. Как-то связана эта виза с бизнесом, который человек ведет у себя на родине? Нет, этот человек может не обязательно совершенно иметь бизнес. То есть, не должна быть одна и та же сфера? Вообще, на родине может не быть никакого бизнеса вообще. Вообще. То есть, схема получается такая, человек делает не иммиграционное намерение, делает заявку, обращается к тебе, делается консультация, выстраивается бизнес-план, я правильно понимаю? А бизнес-план – это один из, в общем, да, ключевых этапов. Составляющих этого. Да, составляющих. Да, необходимо, собственно, описать процедуру инвестиций, да, как они будут проводиться и, собственно, вид деятельности, да, бизнеса, который планируется инвестировать. То, что они делают. Да, то есть, бизнес-план – это то, что люди пишут сами, которые обращаются, или для этого есть специалисты, которые помогают написать это, и ты работаешь с такими, как это происходит? Бывает разное. У меня были клиенты, которые, они такие опытные бизнесмены, которые сами писали. Они, типа, читают, да, контролировать ситуацию, и сидели, писали бизнес-план сами. И бизнес-план, эти бизнес-планы были очень такие хорошие, действительно. И грамотные. Грамотные, да, человек знает, что он делает, и, в общем, он это пишет. Существует также, и некоторые мои клиенты, они обращались в компанию, к специалистам специальным, которые, соответственно, помогали им писать этот бизнес. И правильно оформить. Да, да, безусловно. Да, 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 безусловно. Собственно, новый год. То есть, получается, на эту визу, еще раз, если ты уже сказала, может быть, повторимся, минимальное есть вложение на эту визу? Нет, нет. То есть, минимального вложения на эту визу нет? Нет. Ну, наверное, я могу здесь встретить и сказать, что, конечно же, если вы думаете, что можно купить, ну, мы говорим сейчас с вами о Центральной Флориде или вообще о Флориде, то недвижимости за 50 тысяч практически, ее здесь нет. Вот, но, наверное, чтобы показать хорошие такие бизнес-намерения, да, то есть, чтобы, например, через недвижимость получить эту визу, то, наверное, нужны, я бы сказала так, в Орландо средняя цена у нас 250 тысяч, но можно же, конечно же, купить с вами несколько квартир по 100 тысяч, по 70 тысяч, по 150. То есть, вот сейчас, на сегодняшний момент, сегодня у нас август 2018 года, а цены приблизительно, скажем так, от 70 тысяч, жилье мы можем с вами найти. И здесь я, наверное, повторюсь, в предыдущих видео я говорила, что есть возможность короткосрочной аренды и долгосрочной аренды. Насколько я поняла из разговора с Викой ранее, оба вида недвижимости и аренды подходят. Короткосрочная это типа как вы сдаете посуточно, понедельно, помесячно, а долгосрочная это когда вы сдаете от 7 месяцев и более, до 12 месяцев. При условии, что сдаете, в общем, не вы, да, я несколько уточню, а сдает компания, потому что недвижимость покупается, покупается не вами, не вами, да, вы инвестируете в компанию, в которую, ну, юридически. То есть, для этого создается компания. Создается, либо вы существующая покупающая, возможно, уже есть какой-то пропорциональный. Можно здесь немножечко пометочку, существующая там на родине или... Нет, здесь, в США. То есть, ее нужно создать в США, эту компанию. Либо создать, либо вложиться, но вложиться нужно понимать так, что ваше вложение, сумма вложения в эту компанию должна быть не менее 50%. Что вы должны иметь возможность руководить этой компанией, и, ну, в общем, да... То есть, открываете здесь компанию, на имя компании мы покупаем с вами недвижимость, и эта компания будет производить менеджмент этих объектов недвижимости. То есть, вы должны показать, что вы сами там работаете, управляете, как вот Вика сказала. То есть, возможность, даже, например, я так понимаю, с пару объектами там по 70-100 тысяч? Да, ну, опять же, теоретически... Теоретически есть. Все зависит, да, от фактов и деталей. Ну, я так понимаю, что бизнес-план, факты, детали. Да, бизнес-план, да, то есть, нужно... А пример можете привести? Да, собственно, вот пример. Собственно, пример, вот когда человек, он приехал, создал то, о чем мы говорим, компанию, купил три недвижимости, три объекта недвижимости, дома здесь, в Центральной Флориде, и сдавал в краткосрочную аренду. Потому что все дома были там на побережье, и, в общем, такой... То есть, то, что... Да, пользовалась спросом очень хорошо. У туристов. Да, для этих домов, для того, чтобы сдавать эту недвижимость, безусловно, необходимы там люди, которые убирают, да, он там нанималый персонал, люди, которые поддерживают вообще дееспособность этих, работоспособность домов. Менеджеры, которые встречают, которые выдают ключи, которые собирают ключи. Да, да, то есть, какие-то эти вещи. Это такая полноценная, полноценная компания была. Если что-то сломалось среди ночи, есть у вас кто-то, кто приедет и выставка починит. Абсолютно, да. Да, и человек таким образом получил визу. А сколько работников минимально должно быть? Нет, нет такого минимума, но, еще раз говорю, конечно, чем больше вы задействуете граждан США, либо владельцев Green Card в своем бизнесе, тем больше плюс. А это не правда, что минимальное вложение должно быть 50 тысяч долларов? Я такое слышала. Нет, это, скажем так, это полуправда в том смысле, что для, ну, во-первых, да, за 50 тысяч долларов, как Алена сказала, в социальном плане несколько объектов при этом еще. Вряд ли приобретем. То есть я на данный момент назвала вам минимальные какие-то суммы, сколько стоит недвижимость. Ну, или даже бизнес. Меньше 50 тысяч, наверное, здесь не купишь. Ну, практика такова, если мы говорим об одобренных петициях по визе 2, то это где-то около 50 тысяч минимальный размер инвестиций. При этом нужно понимать, смотрите, инвестиции, инвестиции морозили, да, потому что бизнесы бывают разные. Если у вас бизнес IT, для которого вам по большому счету… Информационные технологии. Да, вам необходим по большому счету компьютер, помещение, да, офис. Стол, стол. И затраты на интернет и на свет там. Но офис не домашний, правильно же? Его нужно снимать коммерческое, да? Нет, для E2 этого нет такого требования, теоретически нет этого требования, да. Но это будет лучше для вашего бизнес-плана, когда вы покажете, что у вас реальный офис, да, то есть вот все это есть. Это требование есть для нового офиса L1, но мы об этом поговорим в другом видео. То есть получается виза E2 можно иметь направленность через недвижимость и просто управлять этой недвижимостью. Можно иметь любой другой бизнес, как, например, вы айтишник, программируете что-то, хотите здесь находиться. Цветочный бизнес, да. Цветочный бизнес подходит. Что еще подходит? Швейный бизнес. Любой бизнес. Любой бизнес. То есть небольшой маленький, то есть маленькая кафешка. Маленькая кафешка даже. Да, да. Пиццерия, я слышала много. Да, да. То есть много разных новых бизнеса, да. Главная ваша идея, как говорится, ну просто почему мы отвечаем именно, что касательно недвижимости, потому что больше всего вопросов. Можно ли к вам будет обратиться с покупкой, например, такой недвижимости, как коммерческой, как пиццерия? Конечно, можно абсолютно, да. Можно купить и сам бизнес, и здание, или, например, арендовать тоже здание. Да, конечно же, все это мы можем делать без проблем. Поэтому все зависит от того, какая ваша идея, какой ваш бизнес-план, и какие ваши задачи от ведения бизнеса в этой стране. Ну, как я повторюсь, наверное, мы хотели очень ответить четко на вопрос, что с помощью недвижимости тоже можно получить визы. Еще второй есть, да, тип визы, в которую можно привлечь недвижимость. Это еще раз, да, еще одна история из жизни. У человека, у человека был свой бизнес, был и есть свой бизнес, тоже real estate бизнес за границей, не на территории США. Не на недвижимости, а агентство по недвижимости. Да, да. И он здесь организовал компанию, создал компанию, и компания опять же, да, опять компания, покупает, инвестировал деньги в эту американскую компанию. Компания покупает дома недвижимость здесь, на территории США. Часть этих домов он переделывает и продает. То есть, наша знаменитая, называется здесь flips, то есть, когда вы покупаете дом, который требует достаточно большого ремонта, например, или небольшого косметического ремонта, вы вкладываете, вы ремонтируете, приводите в порядок эту недвижимость и с целью продать. То есть, вы ее не держите на пассивном доходе, то есть, вы ее не арендуете какое-то время, а вы сразу отремонтировали и сразу же ее продаете. Есть буквально пару маленьких нюансов с таким типом недвижимости, я буквально очень кратко об этом скажу. Особенно, если вы продаете это покупателю, который берет финансирование, то тогда вам эту недвижимость нужно будет продержать 3 месяца. То есть, помните просто об этом, 90 дней, через 90 дней вашего владения этой недвижимостью, то есть, у вас, по сути, будет 90 дней ее ремонтировать, подготавливать к продаже, ну или так, скажем, 60 дней ремонтировать, подготавливать. И месяц – это когда уже покупатель, вы рекламируете эту недвижимость, покупатели приходят, то есть, к моменту уже закрытия пройдет как раз 90 дней. Это очень важный момент, то есть, купив за неделю, сделав ремонт и сразу продав, этого не произойдет в случае покупателей, которые получают ипотечное кредитование. Если покупатели приходят за наличные, то тогда, да, можете сделать сделку в один день, если в один день успеете сделать ремонт. Ну, это понятно, что это, конечно, нереально, но может быть, может быть. Ну, и вот, собственно, они ремонтируют, продают дома, реализуют. И была виза L1 этого человека. Л1. Да, L1, то, о чем мы говорили. И спустя какое-то время мы подали документы на визу EB1C. Вот, и это иммиграционная виза, хотя у нее все те же требования и характеристики, как и у визы L1. И человек получил грейн-карты, собственно, на основании вот этого бизнеса, на основании покупки недвижимости. И вот эта виза уже подходит для россиян, правильно? А, L1, да. И для Белоруссии тоже граждан. То есть виза L1 подходит уже, в принципе, для всех стран, ограничений нет. Как насчет EBC, EB1C, EB1C. Да, такого F1C. То есть тоже, я понимаю, что она подходит тоже для всех стран, то есть нет никаких ограничений. Ограничения именно касательно E2. То есть это единственный момент, E2 это не иммиграционная виза, как сказала Вика. То есть вы можете делать свой бизнес, зарабатывать, иметь право здесь жить, учить своих детей и работать. Я надеюсь, что как бы в этом маленьком видео вы поняли, что есть возможности иммиграции в США через недвижимость, часто задаваемый вопрос. В следующем видео мы обязательно остановимся подробнее на такой визе, как L1, которая является не иммиграционной, правильно? Ну да, виза с двойными намерениями. L1 виза с двойными намерениями, которая вам позволяет стать, получить и другую визу, которая будет уже иммиграционной визой. То есть если вы захотите и у вас такое желание есть, в следующем видео мы остановимся подробнее на именно этом типе визы. Поэтому если у вас есть уже какие-то вопросы, пожалуйста, их напишите, чтобы мы в следующем видео смогли их осветить и ответить, насколько это возможно ответить именно в видео. Так что ждем ваши вопросы, надеемся, что будет у вас отзыв, пишите свои комментарии, нам это важно. Что вас интересует, наверное, тоже важно, именно что касается бизнеса, иммиграции, иммиграции. То есть любые вопросы по иммиграции можно задавать Вике. Все, что касается с инвестированием в эту страну, касательно недвижимости, бизнеса, коммерческой недвижимости и так далее, эти вопросы будут адресованы ко мне. И я думаю, что наша такая команда экспертов ответит на каждый вопрос, тщательно подготовившись к этому. Всем всего хорошего! До встречи! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!